Как я уже упоминал, мормоны категорически отрицают учение о Троице. Христианское учение о Троице зафиксировано в Никео-Цеиградском, апостольском, прошу прощения, афанасьевском символах веры. Один из самых влиятельных богословов в мормонской церкви, апостол Брюс МакКонке, назвал тринитарное представление о Боге наиболее прискорбной и пагубной ересью, когда-либо навязанной заблудшему и своенравному христианскому миру. Мормоны убеждены, что учение о Троице появилось только в IV веке, через много лет после того, как церковь якобы отступила от истины со смертью апостолов. Вот что можно прочитать в их сочинениях. И еще одна цитата. Когда первые апостолы умерли, люди, взявшие на себя руководство церковью, оставили откровение и начали полагаться на логику. Мысль о трех отдельных богах была для них оскорбительна, ибо им казалось, что она противоречит отрывкам из Писаний, в которых говорится об одном боге. Чтобы решить эту проблему, они нахватали стихов оттуда и отсюда и проигнорировали все остальное, что имеет отношение к предмету. Они попытались соединить эти три личности в некую загадочную составную личность. Они придумали исповедание веры, которую невозможно примирить с Писаниями. В результате они получили философию, которая идет в разрез со всем, что мы знаем о сотворении, о законах природы. А это, что интересно, противоречит той самой логике, в зависимости от которой они впали. Поскольку мормоны отрицают учения о Троице, им не остается ничего другого, кроме как отрицать аутентичность богословия, которое было зафиксировано во вселенских соборах четвертого столетия. Однако история показывает, что на самом деле эти соборы всего лишь зафиксировали ту веру, которую христианская церковь исповедовала всегда. С самого начала. Более того, идея многобожия категорически отрицалась абсолютно всеми в ранней церкви. И ортодоксами, и даже еретиками, начиная с самых апостольских времен. Поскольку мысль о трех отдельных богах не только была оскорбительна для них, но и категорически противоречила Писанию, которое все эти люди считали основанием своей веры. Тем более, что уже в конце первого столетия большинство в церкви составляли как раз люди, обращенные из язычников, которые отлично понимали, что такое язычество и что такое языческое многобожие. Любопытный момент заключается в том, что мормоны обычно не утруждают себя попытками разобраться в сути учения, которое они отрицают. Например, в одной из этих цитат, которые мы с вами слышали, мы читали, что христиане якобы попытались соединить эти три личности в некую загадочную составную личность. На самом деле, как мы с вами знаем, учение о троице выглядит совершенно иначе. Христиане верят в три личности, которые объединены одной общей божественной природой. Апостол Брюс Маконки в свою очередь приписывает христианам веру в то, что Бог это один Бог в трех и три Бога в одном, не способны ни слышать, ни видеть, ни говорить. Это бесконечно далеко от того, во что христиане на самом деле верят. Таким образом, когда мы с вами говорим с мормонами на тему о троице, самое важное и самое необходимое, что здесь следует сделать, это просто объяснить им, во что же на самом деле мы верим. Потому что, когда мормоны отрицают учение о троице, они на самом деле не понимают, с чем они спорят и в чем суть того учения, которое они отрицают. Мы поговорили с вами о том, что мормоны отрицают христианское учение о троице. Собственная версия учения о троице, которую проповедуют мормоны, это классический вариант многобожия. Три божественные личности, совершенных в познании, силе и славе, обладающих отдельными телами, причем у отца и сына это физическое тело, а у святого духа это тело из духа, но тем не менее это тело, имеющее физические ограничения, и объединенных исключительно своими намерениями, целями и мыслями. Вот эту божественную триаду мормоны называют божеством, то есть есть одно божество, в котором есть три бога и три божественные личности. Брюс МакКонке, как я уже говорил, один из самых влиятельных богословов мормонской церкви, объясняет это таким образом. Таким образом в вечном божестве есть три личности. Первый бог творец, второй бог искупитель и третий бог свидетель. Эти трое есть одно, один бог, если хотите, с точки зрения намерений, сил и совершенства. Но каждый из них исполняет свою собственную часть дела, и у человечества есть определенные известные и конкретные взаимоотношения с каждым из них. Три бога, отец, сын и дух святой. Следует, однако, заметить, что подобные взгляды противоречат не только писанию, не только историческому христианству, но и противоречат собственным мормонским писаниям, которые утверждают, что отец, сын и дух святой – это один бог, ничего при этом не упоминая о каком-то мифическом единственномерении. Вот несколько цитат из мормонских писаний. 2 Нефий, 31 глава, 21 стих. «Вот вам учение Христа, единое и праведное учение Отца, Сына и Духа Святого, которые суть – один бог предвечный». Алма, 11 глава, 44 стих. «И будут они приведены и представлены на суд Христа, Сына и Бога Отца и Духа Святого, которые суть – один вечный бог, и будут судимы за дела свои, будут ли они добрые или злые». Мы с вами уже вспоминали несколько раз о документе под названием «Удостоверение трех свидетелей». Те самые люди, которым первым Джозеф Смит показал золотые листы. В этом утверждении тоже есть исповедание веры в Троицу. Заканчивается документ словами «И да будет слава Отцу, Сыну и Духу Святому, Богу Единому». В английском тексте там нет слова «единому», там «одному Богу». Чтобы не было никаких недоразумений, в английском тексте все очень конкретно и понятно. Учение и Заветы, 20 глава, 28 стих. «Кой Отец, Сын и Святой Дух, есть один Бог, суть – один Бог, беспредельный и вечный, без конца». То есть, сами писания мормонской церкви говорят о том, что есть только один Бог. Не один Бог-Отец, один Бог-Сын, один Бог-Дух Святой. А Отец, Сын, Дух Святой – это три личности в рамках одного божества. То есть, учение мормонов о Троице противоречит их собственным писаниям. Давайте немножко остановимся на личности Бога Отца. Поговорим о том, как мормоны относятся к Богу Отцу. Мормоны считают христианские представления о Боге неверными практически по каждому конкретному положению. Апостол Брюс МакКонке выразил это отношение совершенно замечательным образом. Он писал, «Таким образом, дьявол с большей радостью будет распространять ложные учения о Боге и божестве и порождать ложные чувства по отношению к любому из членов божества, чем заниматься почти любым другим своим делом. Символы веры христианского мира являются прекрасной иллюстрацией тех представлений о Боге, которые Люцифер хочет внушить так называемым христианам, чтобы они были прокляты. Эти символы веры кодифицируют то, что Иеремия называет ложью о Боге. Они говорят, что он неведом, нетварен и непостижим. Они говорят, что он дух, не имеющий ни тела, ни членов, ни страстей. Они говорят, что он присутствует повсюду и нигде конкретно, что он наполняет бескрайние просторы Вселенной, но при этом обитает в сердцах людей, и что он представляет собой нематериальное, бестелесное ничто. По большей части это достаточно неплохое изложение того, во что христиане верят. Все вот это мормоны считают дьявольской ложью о Боге, которую сегодня проповедует отступнический христианский мир. Но, правда, последнее заявление Маконги остается полностью на его совести, потому что ни один христианин не верит, что Бог представляет собой нематериальное, бестелесное ничто. Мы верим, что он духовен, мы верим, что он не обладает физическим телом, то есть неосизаем, его нельзя найти какими-то телескопами. Но при этом Бог это вполне конкретное что, вернее, вполне конкретный кто. Это личность, которая действует во Вселенной, и он присутствует повсюду и в совершенно конкретных местах. В этом и есть идея вездесущности Бога. Нет? Итак, одна из вещей, которые мормоны говорят о Боге, звучит таким образом. Бог не всегда был Богом. Был время, когда Бог Богом не был. Согласно мормонскому учению, Бог Отец когда-то был сотворен кем-то из более старых богов, населяющих Вселенную. Он был простым человеком, таким же, как мы, родился на обычной планете, так же, как ему у него были обычные человеческие родители. И за счет послушания Вечному Евангелию он заслужил право стать Богом, то есть возвышенным человеком. Так же, как каждый из нас однажды сможет сделать, если будет слушаться Вечного Евангелия, который проповедует Мормонская Церковь. Джозеф Смит об этом говорил следующим образом. Мы вообразили, что Бог был Богом от самой Вечности. Мысль о том, что это не так, для некоторых непостижима. Но таков самый простой и самый первый принцип Евангелия. Доподлинно знать Бога таким, какой Он есть, чтобы мы могли общаться с Ним, как один человек с другим. Сам Бог, Отец всех нас, обитал на земле таким же образом, как и сам Иисус Христос. И я покажу это из Библии. Один из очень известных мормонских авторов, богословов, Милтон Хантер, пишет. Пророки мормонов неизменно проповедовали великую истину о том, что Бог, Вечный Отец, некогда был смертным человеком, прошедшим школу земной жизни, подобную той, через которую сейчас проходим мы. Он стал Богом, возвышенным существом, через послушание тем самым вечным истинам Евангелия, возможно, слушаться которых сегодня даровано нам. Вот такая вот замечательная вещь. В свое время у мормонов был стишок, который они все хорошо знали наизусть и часто его использовали. Он, конечно, по-английски звучит более рифмованно или более красиво, по-русски звучит таким образом. Таким, как сейчас человек, Бог когда-то был. Таким, как Бог сейчас, человек может быть. Или человек может стать. Само это учение церкви мормонов противоречит ясному библейскому учению о неизменности Бога. О том, что Бог всегда был таким, какой он есть сейчас. И, собственно говоря, Писание говорит о том, что именно в этом и заключается отличие природы Бога от природы человека. Ибо Бог не человек, чтобы ему изменяться. Бог не изменен. Он не меняется. Что еще более интересно, учение мормонов о том, что Бог когда-то был человеком, а потом изменился, противоречит и мормонским писаниям тоже. Потому что мормонские писания говорят о том, что Бог не изменен. Например, книга Мормона, книга Морония, 8 глава, 18 стих. «Ибо я знаю, что Бог нелицеприятный, Бог неизменяемое существо, а не изменен от века и до века». То есть, от вечности до вечности. Книга Мормона. Внутри нее тоже книга Мормона, написанная пророком по имени Мормон. 9 глава, 9 и 10 стихи. «Ибо не читаем ли мы, что Бог тот же вчера, сегодня и вовеки, и что в нем нет ни изменения, ни тени перемены? Но если вы воображали себе Бога, который изменяется, или в котором есть хоть тень перемены, то вы вообразили себе Бога, который не есть Бог чудес». Учение Заветы, 20 глава, 17 стих. «Из этого мы знаем, что есть Бог на небе, беспредельный и вечный, от века и до века тот же самый неизменный Бог, создатель неба и земли и всего сущего в них». Для нас, конечно, писания Мормонов авторитетом не являются. Но, тем не менее, их современное учение о Боге противоречит тому, что говорится в их собственных писаниях. И вот здесь начинается совершенно интересная история. Дело в том, что вот эта вот идея о том, что Бог когда-то был человеком, она доставляет Мормонам в последнее время очень серьезные проблемы. Вообще говоря, Мормоны в последнее время оказались в центре внимания. Особенно в связи с тем, что совсем недавно, во время последних президентских выборов США, мормонский кандидат, сенатор от штата, по-моему, Массачусетс, если я не ошибаюсь, пытался баллотироваться в президента. И когда обсуждали его кандидатуру, его противники постоянно поднимали вопрос о том, во что верит мормонская церковь, о том, какое учение они проповедуют. И внимание всех людей было как раз привязано к таким вот необычным, уродливым моментам в мормонском богословии. Но еще и до того учения о том, что Бог когда-то был человеком, оно настолько хорошо известно, что мормонам постоянно его припоминали. И 15-й президент мормонской церкви, которого звали Гордон Хинкли, он гораздо чаще, чем все остальные, появлялся публично. Он давал какие-то интервью, у него журналисты узнавали подробности по поводу учения мормонов. И однажды в интервью, которое он дал газете «Сан-Франциско-Кроникл», его задали прямой вопрос. Разве мормоны не верят, что Бог некогда был человеком? Хинкли отвечает. Я бы так не сказал. Был маленький стишок. Таким, как человек Бог когда-то был, таким, как Бог человек может стать. Теперь это скорее просто стишок, нежели что-то еще. Вопрос. Является ли учением церкви сегодня, что Бог Отец некогда был человеком, подобным нам? Хинкли. Мне неизвестно, чтобы мы об этом учили. Мне неизвестно, чтобы мы подчеркивали это. Я уже давно не слышал, чтобы этот вопрос публично обсуждался. Я не знаю. Я не знаю всех обстоятельств, при которых было сделано это заявление. Я понимаю стоящее за ним философское основание, но я немного знаю о нем самом, и мне неизвестно, чтобы другие знали о нем много. Это говорит президент Мормонской церкви в публичном интервью журналисту в ответ на прямой вопрос. Он говорит, когда-то был такой стишок, а теперь я не знаю, верим ли мы в это, и я не знаю, верили кто-то когда-то в это всерьез. То есть, между тем, как мы с вами видели из писаний и сочинений мормонов, из книжек, которые они издают совершенно официально, это учение проповедуется, об этом учении говорят. Это учение, которое мормоны отлично знают. И, соответственно, христиане восприняли это интервью, которое Хинкли дал, как откровенную ложь. Поскольку это заявление выглядело очень некрасиво, то официальная апологетическая организация церкви мормонов, которая называется Фонд апологетической информации и исследований, ФЕЙР по-английски, было вынуждено дать какое-то объяснение по поводу заявления Хинкли. Ответ звучал таким образом. Ответ Хинкли верен. Сегодня мы не учим на наших занятиях тому, что Бог был человеком таким же, как и мы. Мы подчеркиваем, что необходимо пытаться строить нашу жизнь по образцу Иисуса Христа, чтобы мы могли реализовать все свои возможности и уподобиться Богу. Что же касается отсутствия обсуждения этой идеи в публичных выступлениях, нужно всего лишь изучить выступления на конференциях, чтобы убедиться в справедливости ответа. Иными словами, официально инстанция мормонов говорит о том, что мы этому не учим. У нас нет такого учения, мы его не проповедуем. Мы перестали говорить о нем публично. Однако, подобное отношение к принципиальному учению о Боге, без которого невозможно доподлинно Бога узнать, а по словам Джозефа Смита, невозможно и иметь с Богом тесное общение, само по себе очень удивительно. То заявление, которое мы с вами только что читали, содержит прямую ложь. В нем говорится, что они, мормоны, не учат на своих занятиях тому, что Бог когда-то был человеком. Однако, официальное издание мормонской церкви, которое есть на русском языке, называется оно «Учение президента в церкви Бригамьянка», вышло оно в свет в тот же самый год, когда Хинкли давал свое печально известное интервью, содержит прямое утверждение о том, что Бог был когда-то человеком. Это утверждение звучит таким образом. Президент Бригем Янг учил святых последних дней о том, что Бог-отец был когда-то человеком на другой планете, который прошел через такие же испытания, через которые мы проходим сейчас. Он приобрел опыт, познал страдания и радость, и знает все, что нам известно о тяготах, страданиях жизни и смерти в этом мире. Иными словами, тот учебник, который мормонская церковь использует сейчас, и который выходил в свет именно тогда, когда происходила вся эта история, содержит прямое утверждение о том, что Бог когда-то был человеком. Какие аргументы мормоны приводят в пользу того, что Бог не всегда был Богом? Один из основных аргументов – это то, что Христос носит титул «сын человеческий». По их словам, этот титул означает, что Христос был сыном возвышенного человека. Однако, само это рассуждение представляет собой классический порочный круг, круг в доказательстве. В качестве аргумента используется тот же самый тезис, который является объектом доказательства. Бог – это человек, следовательно, Христос – сын человеческий. Сын человеческий – это равно сыну Божьему, значит, Бог – это человек. То есть, мы с вами приходим к тому, с чего начали. И аргумент постоянно крутится в этом круге, из которого выхода нет. В подтверждении того, что у Бога Отца, в свою очередь, тоже был Отец, мормоны ссылаются на Откровение 1 главу 6 стих. Греческий текст этого стиха дословно переводится таким образом. «Сделал нас царством священников Богу и Отцу своему». При этом греческое местоимение, которое там использовано, можно перевести на русский язык и как «его», и как «своему». Пользуясь этим, мормоны утверждают, что речь идет о Боге и Отце его. То есть, он сделал нас царями и священниками Богу и его Отцу, то есть, Отцу этого Бога. Соответственно, речь идет о двух поколениях богов, которые предшествовали рождению Христа. Однако, если мы посмотрим внимательно на сам греческий текст, на конструкцию, которую он имеет, то понятно, что такое толкование невозможно. Потому что все то, что мы видим в этом греческом тексте, соответствует так называемому правилу Гренвилла Шарпа, который говорит о том, что и слово «Бог», и слово «Отец» относятся к одной и той же личности. То есть, сама грамматическая конструкция указывает на то, что Бог и Отец – это не две разные личности, а одна и та же личность, о которой идет речь. И поэтому перевод «Богу и Отцу своему», который мы видим в нашем тексте синодальном, совершенно правилен. Он сделал нас царством священников, Богу и Отцу своему. Христос сделал нас царством священников, своему Отцу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok